Здравствуйте, меня зовут Иван Поморин, я оператор-постановщик, а также я педагог операторского факультета Института кино и телевидения ГИТР, поэтому я занимаюсь еще и педагогической деятельностью. И сегодня, во времена пандемии, во времена карантина, я также, как и многие мои коллеги, педагоги операторских факультетов других вузов страны, а также педагоги других творческих вузов и других творческих профессий, столкнулись с проблемой онлайн-показов. Дело в том, что в аудиторных часах достаточно большое внимание, все мастера уделяют разбору классических работ или разбору новых свежевышедших картин со своими студентами. Педагогу недостаточно просто дать ссылку студентам, чтобы они посмотрели то или иное кино. Педагогу необходимо еще обязательно помотать картину туда-сюда, вперед-назад, найти необходимый кадр и сказать, посмотрите, вот что, например, здесь Павел Тимофеевич Лебешев имел в виду, когда вот так ставил свет. И педагоги не только творческих вузов, я думаю, уделяли внимание показу и разбору картин своим студентам достаточно большое внимание. Но в творческих вузах, конечно, на это делался особенный акцент, потому что нужно смотреть классические картины, нужно смотреть современные актуальные картины, которые выходят, и разбирать их со студентами. У меня возникла идея, возможно ли построить такой плеер на базе онлайн-платформ для того, чтобы мы имели возможность показывать лицензионный контент. Собственно, правообладатель получал бы за это какие-то отчисления. Просто дело в том, что необходимо не только дать ссылку студентам, чтобы они могли там кликнуть на нее, посмотреть сами самостоятельно, и потом мы разбирали бы эту работу. А чтобы у педагога была возможность вот помотать эту картину, у педагога была возможность показать какую-то область, ну, в аудитории мы делаем это лазерной указкой, в онлайн-показе нам необходимо, соответственно, пользоваться мышкой, может быть, даже где-то мы увеличиваем какую-то область, как бы делаем стоп-кадр, обсуждаем его. Вот на сегодняшний день было выяснено, что ни скайпы, ни зумы, ни какие-то другие вещательные платформы не дают, а, возможности сделать это в хорошем качестве для того, чтобы студенты могли видеть максимально хорошее изображение, чтобы можно было говорить об операторской работе, о работе художника по костюму, о декорации, о работе художника по гриму, например, на актерском факультете, может, даже об актерской игре, может, не все эмоции видны при таких трансляциях. И второе, чтобы была возможность писать комментарии под этой картиной, обсуждать, желательно в реальном времени, чтобы это можно было сделать во время таких онлайн-просмотров. А также иметь возможность вживую голосом комментировать кадры, которые мы разбираем при просмотре или перемотке картины. Ну и чтобы педагог мог управлять, соответственно, плеером при показе картины, самостоятельно отматывая на начало, на середину или выбирая какой-то определенный кадр. На сегодняшний день в онлайн-образовании нет каких-то готовых решений для того, чтобы это реализовать в том качестве, про которое я говорю. Я думаю, что если именно в ключе образования, онлайн-образования, творческих вузов мы сейчас заговорим об этом, то это в ближайшее время приобретет очень большую популярность, потому что происходит перезагрузка понимания того, как учить онлайн. И сейчас во времена пандемии, сейчас во времена карантина, так скажем, апгрейту онлайн-образования уделено очень большое внимание. Если вас заинтересует разработка такого продукта на базе одной из онлайн-платформ или же, может быть, при помощи каких-то других онлайн-решений, я готов выходить с вами на контакт и делиться своими мыслями и соображениями по этому поводу. Опыт у нас онлайн-педагогики за время от начала пандемии накоплен достаточно большой для того, чтобы сделать правильные выводы, что хорошо, что плохо, что необходимо на сегодняшний день. Но я скажу одно, что это общая проблема, и никто на сегодняшний день пока решение, как это сделать, не выдал, не организовал. Поэтому мы с вами можем быть лидерами в вопросе разработки такого инструмента для онлайн-образования. И еще раз, меня зовут Иван Поморин, я оператор-постановщик, педагог. Буду рад любым вашим мыслям и контактам на тему разработки платформы для онлайн-показов контента. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok